привет всем сегодня коротенький выпуск выпуск такой выпуск поиск наверно заметили картинка расширилась сейчас идет съемка на серу и 51 и 8 аноморфот куплен он был дай бог памяти наверное 3-4 в таком творческом экстазе наконец-то он только-только вышел и сразу его по-моему там за долларов 690 или что-то около 600 вырвал взял на него небольшой обзорчик и успокоился сейчас мне попался один плагинчик final cut я подумал а что ли если я сравню варианты съемки с серуи и варианты съемки с и вот это вот жирного клопа под названием же мастер 51 и 2 я на него снимаю кстати если кто будет приобретать и услышит вот такой звук не расстраивайтесь это у него так работает внутренняя фокусировка фирменная фокусировка sony в чем прикол этого видосика в том что я попрошу вас понаблюдать за этим экспериментом как выглядит на аноморфоте к примеру зажигалочка как она какие блики она дает если она вообще дает блики контровой свет в чем прикол прикол в контровом свете мы видим прекрасный породистый блик этого самого контрового света причем ты вижу здесь есть такой планшетики я вижу здесь какой-то паразитный засвет да мне по большому счету он не особо нравится ну и в принципе даже не понимаю как бы я в студии мог использовать аноморфот разве что вот кичится тем что у меня вот такая длинная вытянутая картинка и так но сейчас разговор не об этом обратите внимание допустим как будут выглядеть блики на скажем супер телефоне iphone 13 про макс кстати полное говнище по сравнению с одиннадцатым правом так тут понятно рядышком у нас будет зажигалка зажигалка вообще никак не бликует почему-то хоть впереди хоть сзади толку нету а вот вот этот свет дает блики добавлю еще один источник бликов не бликов я не знаю как контры ну к примеру вот если так посмотрим это ужас но так что то ну собственно и понятно то есть задача в том чтобы максимально натягнуть программно вот этот блечок проходящий через весь экран с обычного объектива сейчас я попытаюсь отснять потом накинул плагинчик и мы увидим какая разница будет в двух картинках естественно потом я накинулся так еще и сейчас я уберу иса иса у меня сейчас 400 исходя из того что раньше было дыра 1 и 8 но я обычно записываю на иса 200 и вот сейчас картинка приблизительно скорее всего такая же как должна была быть по свету на сируи я это вижу и вот вот да не надо дуть микрофон вот так вот выглядят блики сейчас я наверно накинул каши накинул плагинчик и вы увидите с и без с и без плагина еще раз там это уже истерика может быть может быть зажигалочка как-то ну ка сделаем так вот посмотрим как зажигалочка будет работать с плагинчиком и вишенка на торт вот этот вот дичайший засвет видим его так видим его так посмотрим как плагин справиться с этой задачей что я могу добавить ну картинка серуи мне нравится что-то в этом есть не знаю пока может быть даже некоторые выпуски буду снимать на него как вы видите плагин работает скорее всего лучше чем сам аноморфот у меня так больше заходит вот этих вот двойных засветов нету я думаю что в те творческие личности которые мучаются брать аноморфот или не брать для студийной съемки думаю это совершенно бесполезно чепуха как вы видите можно использовать плагин если там что-то сзади бегает с фонариком для других вариантов но я в этом не силен тут не могу советовать ни в словом наглядность вы увидели как можно программно нарисовать вот эти вот все засветики надеюсь видео было вам полезно спасибо за внимание всего хорошего будьте здоровы